так друзья 3 кино почему в стране нет груш нижние скелетные ветки видите все целы они кормят нижнюю часть дерева они кормят почву червей грибы бактерии глюкозой их отпиливать или отрезать нельзя вот бывает а так как их обязательно надо отрезать на концу то на этом кончается здоровье груш они начинают болеть их начинает лечить и заливает ядами и добивает почву потому что когда поливать ядами не знает что это эти яды попадают почву даже не догадывается вот такие у нас специалисты идем дальше соседняя груша вот сладчайшая предыдущем фильме вы видели как я с нее грушку ел со смаком значит обратите внимание две альтернативы вот ветки начали отсыхать ну что делать когда не хватает солнца когда она растет вот идут годы ветки отсыхают но как видите я их отрезать не стал альтернатива страшная смертельная когда заставляет отрезать заподлицо причем с умным видом то есть можно не просто отрезать еще как-то наплывчик оставить и она заживет во она не заживет груша начнет болеть еще раньше умрет а самое главное не это даже и так сама форма груша она подразумевает что груша растет ветки стремятся к вертикальности внимание я так специально не растил внимание груша груша смотрите груша вы ничего не замечаете вертикально 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 а они не замечают караул страшное загущение начинаем бороться станет на стремянку вырежет всю середку и не знает самого главного, что груша это ее предназначение, расти веткам вверх. Почему? Внимание, показывай хорошее и плохое. Значит, плохое, нет, хорошее, это когда растет вверх, у него штамп остается сухой. А вы скажете, Валерий Кусенич, прошел дождь, а ваш штамп мокрый. Смотрим вместе. Мокрый? Частично, видите? Мокрый, сухой, мокрый. Чем кончается? Сейчас вам покажу, почему груша короткий век. Посмотрите на штамп. Он гниет. А почему у железа гниет? Потому что железа, чтобы получить маточное дерево, а маточное дерево, это вот они, вот они, эти веточки, которые дадут возможность вырастить сотни, а когда-то потом тысячи саженцев. Или будут у Сергея, вот они, видите, отрезаны на прививку, или железом проданы. Внимание! Видели? Вот они просто однолетние. А как получилось, что гниет? Вот еще, вот это показал дерево, видите капли воды, видите? Видите, что все это мокрое. Так вот, на дереве этого не должно быть. Почему это случилось? Внимание! Сергей Железов с моей помощью отпилил верхнюю часть. Тут нету этого самого, как от природы положено. Но дерево спасаясь, когда было отпилено, когда влаги было минимальное количество. Надеюсь, я нормально объясняю. Вот оно мокрое. Почему? Смотрите. Видели, где отрезано? Как вам показать-то? Сыро все. Видели, где отрезано? Вот здесь. Вот, вот, вот. И тогда оно обрастает, и все равно вверх-вверх спасти дерево, спасти. Но уже спасать не успевает. Видите? Вот. Не успевает. А должны были, по возможности, сколько могут спасать. Но, если изначально дерево из сухих, я это вычислил умственно, своими мозгами, из сухих мест, где мало дождей, так, где дерево привыкли жить в сухости, где для них влага – это смерть, они выращивают штамп практически вертикальный. Для чего я его практически вертикально отрезал, дав возможность влаге ползти и уничтожать штамп. А вот ради чего? Ради вот этих веточек. Еще раз. Маточное дерево смертельно, больно. Нет, не так. Все листья здоровые, это еще не болезнь. Вот. Но не смертельно больно, а смертельно искалечено. А его смерть начнется не отсюда, а как положено, вот отсюда. Внимание, сажусь. Видите? Штамп гниет. Несмотря на то, что я спасаю его тем, что я не отрезаю на кольцо, я не дурак. Вот. Вернее, не наивный, как миллионы людей, которых заставили на кольцо отрезать. И все равно, видите, влага ползет и штамп сырой. Вот он, сырой. Из-за того, что железовые отрезали ей верхнюю часть дерева. И оно было такое, что листики, форма листика, вы понимаете, для чего эти листики? Их дело воду отводить. Воду, воду от штампа. Вот. Я иной раз кричу уже. Да что вы это творите-то? Ладно. Это маточное дерево. Оно служит примером, как нельзя в нормальном саду. Хочешь груши иметь? Не подходи. Дерево без тебя знает, как ему расти. Особенно в северных районах. Ну что, заканчиваем эту тему. Я опять чуть ли не криком начинаю кричать. Что это такое? Как можно так уничтожать деревья? Ну что. Четвертая тема будет. Не знаю. Заслужит внимания. Вот. Она особая. Культурнейшее дерево превратилось в дикаря. Но это будет четвертая серия за сегодня. А может не будет. У меня уже болит сердце. Потяну, не потяну. Каждый раз дохожу до этого. А вот видите, что делается? Дерево может снова задичать. Как? Культурное дерево. Вот с такими плодами. Тут уже их не осталось. Вот. Вот с такими плодами. Культурнейшее. Сладчайшее. Превратилось в дикаря. Но это будет совсем другая история. Вот. И пусть после этого меня опять кидает. Да уже не тапочками. А комками грязи. Что железо выдумало вегетативную герметизацию. Да не выдумал я ее. Вот. Ее без меня придумали. Только потом загадили эту тему. Все. Еще раз показать. Видели? Как оно вегет культурное стало диким. А как это? Все-все. Замолкаю. Самое главное я успел сказать. Деревья. Груши. Груши. Имеет склонность к вертикальности. Не выдумывайте. Не делайте эти. Не прорежайте их через одну ветку. Не осветляйте. Не делайте эти дурацкие чаши. Вот. Потому что вы не знаете, почему груша, именно груша, которая боится влаги, растит вот такие ветки вертикальные, для того, чтобы по штамбу не ползла вода. Как говорил Штирлиц, последнее запоминается лучше всего. Чтобы пошла по штамбу, не ползла вода, груши выращивают. Вот такое миллионы лет выращивали. Чего вы лезете с секатором? Продолжение следует.